Небольшое новогоднее представление для воспитанников детского сада номер 10 подготовили студенты Брестского государственного университета имени Пушкина. Несмотря на разгар сессии, молодые люди нашли время, чтобы подарить веселый праздник детям и с радостью откликнулись на предложение исполнить мечты ребят. Университет и наши студенты впервые принимаем участие именно в данной акции. Суть заключалась в том, что детки писали желания, а мы потом своими силами пытались их исполнить. Подготовка была в том, что мы получили эти желания, раздали их студентам и сотрудникам, они купили подарки и нам передали. Студенты с удовольствием принимали участие и когда у нас было 10 подарков, когда мы их купили, потом еще спрашивали, можно ли еще что-то купить. Ну вот как-то так, поэтому мы старались купить хорошие подарки, чтобы деткам понравились. Особенных деток из двух групп собрали вместе, чтобы веселой компанией с Дедом Морозом, Снегурочкой и Бабой Егоя спеть песни и поиграть в игры. И хоть дети не водили вместе со сказочными персонажами хороводы, прочувствовать атмосферу праздника и волшебства смог каждый из них. Это очень важно и я думаю, что очень важно именно для таких детей, потому что эти детки, они как никто другой, должны понимать, что они очень нужны в этом обществе, что они такие же, как и все, на равных условиях, на равных правах. После небольшого новогоднего представления ребят ждали подарки. Каждому ребенку досталось то, о чем он мечтал. Девочкам большие куклы, мальчикам красивые ночные лампы. Ты довольна подарком, Юлиана? Да. Да, мы с тобой писали письмо Дедушке Морозу. Благотворительный марафон продолжается. Более 70 деток из малообеспеченных семей, малышей, имеющих статус инвалида или страдающих психоневрологическими заболеваниями, уже получили подарки благодаря акции «Елка желаний». Прошлые елки проводили к деткам, новогодние елки. Мы закупали сладкие подарки, вручали. Но когда сейчас приезжаешь, и вот то, что ребенок хотел, привозишь, это получаешь даже удовлетворение от того, что у него они радуются, улыбаются, глазки горят. Они счастливы, детки. И поэтому вот этот вот марафон «Елка желаний» Дед Мороз и Снегурочка у нас ездят и поздравляют. И на дому мы уже поздравили 30 детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Также на дому был Дед Мороз и Снегурочка. Благотворительный марафон «Елка желаний» подходит к концу. Завершится проект 15 января. Завершится проект 15 января.